ой всем привет в общем сегодня я нахожусь последний день на даче и хочу немножко затронуть тему того что я же приезжал я же косил и все типа я на этом все короче объясняю еще раз для особо понятливых когда я приехал лохматом году суда один я увидел что вот здесь вот куча у меня было некогда времени я видел фронт работ чтоб сюда приехать семьей и вот эта куча которая там лежит она была на метра два больше и она находилась вся вот здесь вот до ворот ворота были поломаны у меня тогда появился получается первый сварочник я приехал на выходные и за два дня вдвоем с женой мы вот эту вот кучу всю для того чтоб сюда поставилась машина перетащили сюда но при этом мы ставили машину с тех ворот которые много-много раз выламывали и ломали и в этот раз я приехал и тоже переваривал но уже гораздо больше там фронт работы об этом на втором канале есть ролик как я там ворота прикольно сделал в общем к чему это я к тому чтобы загнать сюда машину вот так же вот как сейчас она стоит мне потребовалось 10 лет просто 10 лет работ и косить траву тогда у меня не было триммера не электрического не бензинового была коса я приезжал первым делом скашивал все трава вот так вот ролики есть с какого-то лохматого года что вот так вот и было и никто сюда не приезжал именно косил здесь вот чтобы просто вот можно было существовать мы женой наводили здесь порядок я приезжал один наводил порядок вот как сейчас я приехал сюда получается больше чем на 10 дней и первые пять дней я занимался восстановлением дома но я просто хочу вам сказать про вот эту территорию эта территория является основная суда осуществляется въезд с улицы когда я приезжаю из новосибирска в томскую область и в томс когда рядом с томском вот так вот будет проще не надо же машину куда-то загнать а там дорога узкая мало ли чё поцарапают там ездит и фуры и все чё хочешь потому что здесь люди скупились и участки начали строиться вот здесь вот были и гвозди и торчащие железки и стекло и все это безобразие годами я доставал выкорчевывал вырывал для того чтобы был вот такой заезд до вот этой бочки здесь не было не я ее поставил поэтому машину когда я заезжал сюда я ставил вообще поперек вот сюда чтобы можно было вот это вот косить но второй год единственное что первый раз когда я приезжаю раз в год машину я оставляю вон там и прохожу стримером тогда трава здесь растет не трав не кустарники вот с меня ростом об обычная трава да она вот так вот вырастает я даже не знал об этом но это уже не два три метра бурьян это согласитесь уже гораздо интереснее и приятнее просто в этот раз я вот с той стороны вообще не косил не трогал траву но я так скажу что когда ты приезжаешь и везде бурьян надо приезжать весной весной приехал бурьян скосил вот это вот первые идут побеги где-то через две-три недели когда начинает трава вот первые быстро растущие это вот как раз этот бурьян если ты его срезаешь дальше будет травка и все прекрасно сюда я приезжаю вроде бы третий раз и за три раза каждый раз я кашу и кашу я все время больше и больше и на самом деле это тяжелая работа которая отнимает если приезжать просто один раз в середине лета или в конце лета здесь просто будет вот такой бурьян это значит нужно неделю просто на то чтобы косить неделю и литров 10 бензина в этом году мне получилось 10 литров растянуть бензина с первой поездки вот до третьей поездки то есть у меня на все это ушло 10 литров бензина то есть это достаточно блин дофига на самом деле и очень большой фронт работы у триммера у меня сломалась ручка ну слава богу там заел карбюратора я все это починил ролик я не снимал это все делается достаточно легко и интересно и непринужденно в этот раз я приехал вообще хотел делать другое это первого степенно мне надо было доделать крышу потому что в том году я сделал крышу и я прикинул так что мне надо 8 метров железа подложить под то железо которое сделал в том году но так я посмотрел что то битумная мастика которой я мазал она хрена вастенькая и пришлось мне резина битумную купить которая более жидкая такая ну она мягкая остается на протяжении всего срока службы они деревенеет дубинеет таким чудесным образом я сварил лист огромный металла подложил проверил что прошлое у меня не подтекает а подтекает теперь только там где осталось без железа и восстановил так скажем кровлю то есть приехать сюда просто косить траву вот как я могу это делать да там на 5 дней грубо говоря в году просто тупо косить траву я конечно могу но вот этого вот подъезда его просто не будет потому что просто косить траву не вытаскивание расчищая этого не получится сделать проход от калитки вот до этого места где вот там постоянно лужа и яма и собирается слизь и вот это вот все у меня тут бабушка много раз сломалась и все чего угодно и я не хочу чтобы это мои родные ломали поэтому вот эту дорожку я сделал из кирпича потом как-нибудь я привезу песка рассыплю может полью бетонной смесью и вот эти кучки надо понемножку расчищать я понимаю что дача это такое вещь которая ты приезжаешь ну по чуть-чуть до находиться здесь но обычные блага тут тоже нужны я не могу например приехать из новосибирской суда и чтобы в туалет ехать обратно в новосибирск но это как бы маразм да поэтому за куча куча лет обещаний других совладельцев не просто это все осточертело я взял и сделал за меда ушло один день я сделал сортир и меня давай все учить что он кривой неправильный и вообще на хрен он здесь не нужен по мне так знаете балабольство это одно а когда ты берешь и делаешь блин чтоб более комфортно себя чувствовать это уже совершенно другое да я понимаю что надо было поставить унитаз сделать выгребную яму привести трубы но у меня машина не позволяет это сделать я бы до подобного опустился и водопровод я наверно следующем году сделаю до водопровод до водопровод штука очень нужная очень полезная и так далее и тому подобное и хоть какой-то водопровод там руки помыть чтоб не из реки да ты накачал в бак и у тебя все прекрасно это супер и что но в принципе здесь все для этого есть вот валяется шланг с лохматого года по которому я уже не помню откуда он но это вот все я мотал изолентой это я делал водопровод непосредственно чтоб воду из реки выкачивать суть заключается не в этом суть заключается в том что вот этот пятачок который я очищал два года просто для того чтобы здесь вот такая маленькая трава была и чтоб я мог здесь и снять ролики и половить рыбу в берег я спиливаю расчищаю постоянно вдруг кому-то захотелось застроить зачем зачем это застраивать вода поднимается вот до того места где я хожу просто поднимается вода и когда ты объясняешь что блин ну это абзац и в других дел что ли нету да в этом году я хотел сделать беседку у меня не получилось сделать потому что у меня просто не хватило сил потому что столько здесь работы не просто косить траву здесь нужно а и реально работать что у меня просто не осталось ни сил ни времени тем более я после серьезной болезни вот но вчера вот читаю весь день я убил просто на то чтобы восстановить ворота да насчет того что помочь мне приехать помочь знаете вот одно дело когда ты сам делаешь а другое дело когда рядом кто-то с тобой находится который просто подает инструмент который ты сам можешь один раз принести один раз унести это я к чему к тому что просто с детства я не любитель что мне все указывают и приказывают и наказывают как мне это делать потому что у меня у самого есть голова на плечах и я думаю что у каждого она есть что ты можешь понять а проанализировать и понять как это должно быть почему так и что да как делать ну это чисто я так думаю в общем о чем я говорю о том что мало того что ты должен сюда приезжать для того чтобы косить ты должен ходить и видеть то что сломано и поддерживать этого рабочего состояния как крыша вот просто банально взять крышу крыша протекает соответственно все гниет да все гниет и потом что получается а получается то что придется сносить потому что в этом находиться уже ну и небезопасно и в то же время неприятно поэтому что надо делать конечно же говорить о том что доски мало служит или да это все просто через жопу построенная вот всякие вот такими вот вещами вот как насчет бани до баня стояла получается лет 30 или 40 это баня стояла 30 лет и вот вдруг в один прекрасный момент как прохудилась крыша а зачем ее делать она все равно сгнила а там всего лишь одно бревно пострадала с угла все это можно было исправить очень легко изначально если просто было правильно сделать крышу можно было сделать ее по двум вариантам это кровля получается как он называется то вот который раскатывается забыл как называется потому что профнастил это один вариант и потом у нас идет гидроизол я уже вот более современными вещами оперирую толь вот толь да на сегодняшний день толь фиговая а хорошая толь стоит космических денег и можно это да еще речки надо купить можно это все прекрасно сделать но это же делать надо это же надо кого-то нанимать я делаю все это сам один я никого не прошу никого не заставляю ничего не прошу но только я понимаю про то что для большинства вот просто прокосить травку пощипать это уже целая проблема эпопея вы понимаете что я травку щиплю для того чтобы неудобно было здесь ходить они в крапиве ковыряться для того чтобы поделать дом сделать то-то или все то вот эту баню до последнего момента еще в том году можно было легко поднять но у меня были другие приоритеты и баня была не на моей ответственности на моей ответственности был дом который я периодически подделываю поэтому вот эта вот вещь в этом году я доделал полностью там осталось чуть-чуть просто перевести остатки гипсокартона да у меня там еще два-три листа осталось которым дошить стену и вообще досконально утеплить а потом очли на пол еще постелить подложку ту и листовой какой-то материала можно полностью и утеплить еще и пол и тогда вот эта вот пристройка которая вроде бы неказистая становится нормальным жилым помещением да вот то что сейчас вот пена торчит у меня нет на это времени для того чтобы ее срезать и заново перекрасить и денег у меня на это нет потому что перекраска только стен у меня отняла 6000 рублей это достаточно дорого я считаю на сегодняшний день когда еще года два-три назад когда я только начинал восстанавливать свой дом эта же банка стоила 600 рублей а сейчас она стоит полторы тысячи а баночки да они вот здесь где-то лежат по 5 килограмм ушло больше получается две банки я участвую привез но третья зеленая потому что вот здесь вишневый цвет там я уже забыл фиолетовый пришлось менять и маленькая баночка мама передала вишневая да я это красиво естественно краскопультом но краскопульт надо купить он стоит денег причем немаленьких денег он стоит тысяч пять и далее надо купить растворители которые стоят немаленьких денег они подорожали в три раза и далее необходимо потратить время с лестницей вот это все проходить потому что дом порой в высоту более 6 метров там 8 что ли вот этот треугольник и все это надо прокрасить хотя бы вот здесь вот я прокрасил это полностью потому что вот это самое слабое место в нее бьет дождь и она начала гнить для того чтобы вы не путали гнить и подгнивать это разные вещи гнить изнутри и снаружи это разные вещи когда я говорю гнить у меня есть свое свой ответ и он не столь страшный это нужно просто сделать более жидкую краску более добавить больше растворителя продуть ее подсушить естественно чтоб не было влаги и жиденьким закрасить таким образом летает таким образом она пропитывается и гниль прекращается ну и плюс жучки-паучки и всякие вот это все нечесть муравьишки перестают туда интересоваться этим бревнышком ну и плюс она защищена от внешних каких-то осадков до дом старый баня старая дому чуть больше лет но вы понимаете что если кровли неисправно вот я эту кровлю у дома каждый год ремонтирую просто каждый год нахожу подтеки залази туда смотрю нахожу потеки устраняю их у бани хрен забили и просто баня сгнила напрочь за три года за три года пока у меня был пожар восстановление дома за это время если бы в начале когда увидели и сорвало там штормовой ветер был сильный сорвало просто кровлю все если в этот момент времени просто восстановили кровлю ничего бы этого не было и я бы легко баню даже восстановил при желании своем но я вообще не вижу в смысла да я вообще не вижу смысла здесь уже находиться потому что когда ты приезжаешь туда и что-то делаешь другие просто хрен забивает и говорят про то что ну а зачем но он же стоит чё ему будет да чё будет все надо подделывать ботинки одежда на вас которую вы носите вот дырочка появилась и очень не надо зашивать а потом когда она разрастается чё это нормально это уже это то же самое что и новую носить нет то есть на одежда при стирке и стирается краски тускнеет это тоже самое дом туалет забор баня участок сарай территория если за ней не ухаживать она превращается в ничто я на букву г назвал просто ну как бы по-другому нельзя то есть вы пришли приехали до в кинули где-то мусор он начинает зарастать травой через два-три года если никто за вами не уберет она просто зарастет травой будет некрасивая и химия будет везде это разбросанный мусор это же некрасиво можно всегда это в мешочек собрать и вывести или спалить в конце концов то есть в чайнике например да ну банально да мы воду сливаем когда уезжаем осталась вода и после этого весной чайник перестал работать потому что вода замерзла он сдох естественно и всего весной вода оттаяла чайник не работает ну классно кайфово конечно свет который здесь есть розетки она тоже в плачевном состоянии если за этим не следить может много чего нехорошего случится вот в этом году я просто переделал розетки выключатели поменял свет следующем году я планирую поменять проводку потому что проводка здесь полторашка алюминиевая да она не в плохом состоянии по сравнению с тем как алюминий деградирует но все равно рискованно да вот пришлось считай избавиться в этом году и атос вот здесь вот мусор был избавиться от мусора вот здесь очень хорошо растет трава вот так вот высоту а это есть не очень хорошо расчищаю и вот это место и проверяю бревна на крепость это делается элементарно если вы не знали то вот здесь вот венец который стыкован просто стучим вот так и понимаем что все плохо в том плане что вот это бревно висит в воздухе вот здесь нормально все а вот этот стык уже в воздухе висит и с этим надо что-то делать а что делать надо бревна защищать потому что бревна начали трухлеть и деформироваться соответственно когда мы их покрываем краской они защищены и вот этот вот деградация бревен гниение их она приостанавливается но для того чтобы остановить его из ли заморозить необходимо вот это вот защитить а это нужен лес вот это все надо дело забить вот кстати вот тут флора фауна это вот отлетевшие вот эти вот досточки и куча куча ос естественно сейчас они прилетают сюда они ищут свое старое гнездо и тут где-то примерно около шести ульев вот здесь я просто устранил начиная щитка вот эти вот вещи тоже которые я получается запенил я их разбирал изнутри и удалял улья я потом в ролике если что вставлю ну может быть здесь ставлю фотографии это улья это реально оса это опасность меня вот всего искусали с которыми надо бороться потому что они ничего хорошего не делают да я понимаю тут есть другая флора которая в принципе там не такая обидная без безобидную реально то ящерки и так далее и тому подобное но вот осы это капец и одно дело когда вот такое вот гнездо а другое дело когда она вот такое реально вот такие вот гнезда вот здесь вот висели под окнами когда из-за сырости для ос это очень любимое занятие они вот здесь вот просто внутри сделали себе куча куча гнезд находиться в доме или приезжать сюда это уже как бы ну не то не камильфо согласитесь вот тоже поле вроде бы чё тут до такого размеров получается травы мне получается по пояс эти маленькие бегают да им тяжеловато потому что травы тут навалено ну вот этого тоже надо избавляться это тоже есть нехорошо потому что вот это вот рассеивает семена плюс некрасиво это поле под картошку которое было я сколько смог скосил основная моя задача это косить по периметру но я не смог потому что я решил в году скосить часть поля и и то есть обидно очень обидно и понемножку я тоже засаживаю территорию ягодными культурами для того чтобы было что здесь съестного такого съестного хорошего интересного воротину который вот со стороны соседа я в этом году вешал но проблема заключалась не просто в одной этой воротине а воротине который находится рядом и в столбе который находится рядом потому что столб этот отвалился ухова сколько тут пришло погреться по поводу бани все он достаточно печально крыша моя просто идеально то что крышу я сделал все с крышей хорошо и идеально но проблема заключается в чем а в том что бревна начали выпадывать а бревна выпадает из-за того что я вот это вот сложил думал перепилю но к сожалению времени у меня не было прикиньте а я из новосибирска и вот эта вот штука начала просто выпадывать вот этого в том году еще не было теперь уже есть да с одной стороны вот думаешь вот так вот подойдешь и все плохо а на самом деле очень все плохо потому что получается под крышу из-за того что вода текла все это сгнила да я смог высушить да я сделал кровлю которая отводит воду но это было уже поздно потому что хана наступила и а мыться здесь то надо где-то делать летний душик сносить вот эту баньку ну тоже как-то не хочется и то есть очень печально вот если вы дальше пойти вот дом тоже начинал гнить вот мне пришлось в этом году каждый раз приезжайте каждый раз вот до такой степени удалять траву от дома чтобы грунт просыхал потому что кровля тут сделано ну тоже не айс с нарушениями по идею надо продлевать чтобы ничего по досточкам не лилось а надо купить листы подсунуть увести чтобы дом вот этот фундаментный блок не сырел что вот этот угол не сырел и вот мне всегда было заманчиво когда ты рассказываешь что вот тут надо много еще чего сделать ты приезжаешь это делаешь а в итоге мне рассказывает про то что но я же траву то тоже косил то чё это трава то трава это вещь такая что с помощью травы ну как бы или без помощи травы просто у тебя меньше времени остается на то чем заниматься другим то есть она мешает вот видите приятно же ходить по траве которые вот маленькая низенькая берег подсыхает вот здесь сползает постоянно и ты как бы понимаешь что вот ты можешь сделать много чего интересного и хорошего вот здесь вот и усилить берег и это все элементарно делается но ты выслушаешь постоянно сказки о том что надо вот здесь вот так вот сделать вот здесь вот то построить это вот настолько вот все мелочно когда дом начнет сгнивать все будут говорить а зачем его восстанавливать он старый когда баня сгнивает то есть пока она работает у я на хреново собранного надо новую собрать прошло 10 лет баня сгнила из-за того что никто книг руки не прикладывал но не я должен и тут получается все уже печальный и ох ты какой-то красавец вот он ты какой сейчас я вам покажу смотрите-ка смотрите он рыжий побежал попрыгал ах ты упрыгал он в дырочку залазил брундучок здоровенький прибежал а я думаю кто там лазит постоянно что-то скребет вот так вот они в дом попадают то есть тут помимо того что вот надо вот это вот все поддерживать в не нужно рассказывать сказки насчет того что я приезжал что-то делал потому что это все филькина грамота или времени нет вот у меня тоже нет времени я тоже приезжаю сюда вот можно сказать это моя работа до блогерство я же приезжаю что-то делаю элементарно даже полы помыть я делаю это я один здесь я полы здесь три раза перемевал но этот ерунда ну я же занимался ремонтом стройкой восстановлением печи сейчас пойдем посмотрим